Всем привет! Меня зовут Рюк и мне нечего снимать. К тому же все, что я умею делать, это хайповать на чужих именах. И как вы могли заметить, что не выпуск, везде я пихаю имя Томаева и Мелстроя, в связи с чем я начал задумываться. А может мне назвать канал Асхаб Томаев Лайф или я хейтер Мелстроя онлайн? Да похуй, ведь сегодня у нас знаменательная дата. Во-первых, я официально поздравляю Томаева и Мелстроя с получением визы в мои выпуски, ведь все условия участия в программе Work and Travel 2MP были успешно соблюдены. А условия просты, это быть хайповым, чтобы мои завистливые видосы набирали просмотры и я зарабатывал с этого деньги. Ну и, кажись, все. Напоминаю, что Бог меня наделил лишь одной способностью – хайповать на чужих именах. Да-да, теперь эти двое официально являются амбассадорами моих новостных выпусков. Асхабы Мелстроя натворили хуйни? Добро пожаловать ко мне на канал, причем без регистрации смс. Ну, возможно, с смс, я еще не до конца разобрался. Не суть важна, ведь сегодня у нас очередная порция новостей. Вот бы мне набрать лямб просмотров, там мне еще Мелстроя 200 баксов выплатит. Короче, поднажмите, ребят. А новости у нас следующие. Кавказский Форсаж наконец-то подошел к концу. Асхаб Торетто и Пол Венглби завершили свои эпичные заезды, которые обычно заканчивались без продолжения в телеграм-канале Утамаева. И сразу видно – ребята любят эту легендарную линейку фильмов, ведь он тоже никогда не заканчивается. А если серьезно, то чтобы выпустить сегодняшний материал, мне пришлось изрядно изнасиловать свою нервную систему, пересмотрев каждую гонку этих двух от начала и до самого конца. Я даже словил побочный эффект в виде акцента в моей речи и желание словить коэффициент 1.01 в ракетке. Эта история тянулась с лета 23-го года, и вот, наконец, на 10-м выпуске сериал вроде бы должен был закончиться. Но нет. У нас очередной конфликт из-за наклейки с брендом Энергетика Литвина на машине Томаева. А вообще, птички мне напели, что это все просто постанова. Если раньше это была догадка, то теперь это факт. Ведь птичка-то является очень приближенной к одному из них. Но это ладно, мы об этом еще успеем сегодня поговорить. Как говорили великие, наша задача – это разными способами обмануть эту гребаную ракетку. Мэлстрой продолжает свое денежное безумие, но моментами дресня пачкает штаны. Наш русский цепной песик казино заигрался в миллиардера и погнал шуметь на запад, где обещал два ляма баксов тому, кто сможет сделать так, чтобы ему передал привет президенту. Это сделал школьник. Но он получил гонорар в сотню тысяч баксов вместо обещанных двух миллионов. И чувствую, что в меня снова полетят какашки от фанатов Мэлла. И мне думается, раз я вас так обидел своими выпусками про вашего кумира, то давайте-ка я вас обижу еще больше. Поэтому полный вперед. Ну а вишенкой на торте будет имбецил ютуба номер один Эдвард Билл, который продал свою аудиторию с камерам. Если вы не поняли, то он продал свой телеграм-канал, который пиарился в каждом, сука, пранке, мошенникам, предлагающим заработать плюс 20% к любой сумме, просто сделав перевод им на карту. Телега пыталась бороться с этим злом и даже кинула на канал меточку скам, но аферисты нынче предприимчивы и прямо перед меткой скам поставили в названии надпись анти. Ну браво, что сказать, аплодирую стоя, хотя не, нахуй надо, мне что-то лень. Ну что, прожарка сегодня будет, мама, не горюй. Поэтому что уж тянуть кота за одно место, а если быть точнее, то за яйца. Давайте начинать. С вами, как всегда, я, Рюк, на связи Министерство Правды. Поехали! Министерство Правды, сука, Министерство Правды. Аргументы, доводы, пруфы и только факты, нахуй. Ко мне сегодня приехал мой товарищ Никита, владелец магазина Аскудер, и он сегодня хочет вам показать одежду, которая ничем не отличается от товара из ЦУМа. Всем привет, я Никита, одеждой занимаюсь 7 лет. Сегодня детально разберем товар и покажу, почему же не стоит переплачивать за брендовую одежду из ЦУМа. Ну, первое, это самое главное. Качество 1 к 1, это означает детальная прошивка, прорисовка, начиная с материалов, заканчивая шрифтами на бирку. Первое, на что мы обратим внимание, это логотип Монклер. Все буквы вышиты одной ниткой, а также логотип ровный. Буквы между собой не соприкасаются, имеют правильное расстояние между друг другом. Видно то, что вот все ровненько выглядит. Я бы реально не отличил, если честно. Я где-то слышал, что Монклеры нужно по кодам пробивать. У тебя не пробиваются вообще? Да, конечно, посмотри, вот инфисикод. Перебрасывают на официальный сайт и, соответственно, все пробивается. Дальше основные бирки. С этой стороны никаких ниток не торчит. Ровный шов, так же, как и с этой. Ну и основная бирка с кодом. Вот пробьем. То же самое выдает тоже сайт, официальный сайт Монклер. Давай тогда запустим конкурс и разыграем эту кофту для твоих подписчиков. Условия конкурса просты. Просто быть подписанным на телеграм-канал Аскудер. Какую-то скидку сделаем для моих подписчиков? Давай сделаем 10% для твоих подписчиков. По промокоду МП. Поэтому рекомендую подписаться на телеграм-канал Аскудер. И покупать вещи с умом, не переплачивать за бренды в ЦУМе, когда есть вещи, которые ничем от них не отличаются. Желаю всем удачи. Министерство правды, сука, министерство правды. Аргументы, доводы, пруфы и только факты, нахуй. Самое важное – это ракетка. Нельзя отворачиваться от ракетки, даже если она отвернулась от тебя. Так что же у нас по кавказскому форсажу? Неужто он закончился, и мы стали свидетелями завершения крутого блокбастера от величайшего чеченского режиссера Асхаба Томаева? Ха-ха, если бы. Ведь все только начинается. А может и продолжается, там уже решите сами. После драки кулаками не машут, говорили в народе. Но после драки можно еще немного хайпануть, что мы с вами сейчас и наблюдаем. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Скандалы, конфликты, громкие публичные заявления и угрозы – это все то, что создает хайп. Томаев это прекрасно понимает. Я пересмотрел абсолютно все их совместные выпуски, потратив на это два дня, что на секунду, переводя в цифры, будет 12 часов просмотра контента. И я это сделал для того, чтобы максимально убедительно вам объяснить, почему же вам суд в уши, а самое главное для чего. Мои догадки перестали быть догадками, как в одном из моих больших выпусков. Ведь некий человек Икс из окружения одного из этих людей поделился со мной в телефонном разговоре информации, которая подтверждает постановочность всей этой истории. Знаете, мне реально смешно с того, что есть люди, которые верят, что это все не наиграно. Ведь, судя по комментариям, образовались целые фан-базы, поющие дифирамбы Ахмеду. Одно мы знаем точно. Хайп-машина Томаева запускается с двумя конкретными задачами. Первое. Это хайп и набор новой аудитории. Второе. Это монетизация при помощи созданного хайпа. Я не понимаю, почему им все сходит с рук. Сколько выпусков подряд он говорит, что это последняя гонка, растягивая видео на целый час. А то и больше. А потом в конце говорит, что продолжение будет в телеграм-канале. Переходя туда, ни разу не было никакого продолжения. Все, что там было, это кружки с призывом играть в ракетку. И по сути, у них есть что-то общее с Мелстроем. Это два золотых бычка для конторы OneWin. Оба зарабатывают с их партнерской программы и ни в чем себе не отказывают. Ахмед и Асхаб, они далеко не глупые. Ведь выкачивали просмотры с этой гонкой до последнего. Хейт постепенно разрастался. Выждав определенный момент, когда будет пик хейта, они сразу же завершили гонку. Была проделана действительно колоссальная работа. Детектор лжи. Провокационные вопросы на детекторе лжи. Но мы-то с вами понимаем, что каждый вопрос был спродюсирован и согласован между друг другом. Асхаб – заложник своих грехов. Если бы все было правдиво, то на любые его предъявы во время детектора лжи Ахмед должен был задать вопрос по поводу ракетки. Но этого не произошло. Ведь это бьет по бизнесу Асхаба. Вместо этого были вопросы про то, что вот ты заработал с Хазбика и прочий бред, который вообще не портит репутацию Тамаева. Вы никогда не увидите Асхаба на интервью на каком-нибудь популярном канале. Хотя его медийность позволяет это сделать. Его репутация по локоть в крови, обманутых им же людей. Поход на интервью к той же Собчак закончится для него медийными похоронами. Любой независимый журналист задаст логичный вопрос, и к его сожалению, он лишен возможности потешить свое и без этого раздутое эго. При его охватах вы не найдете никакого подкаста или интервью на каком-то известном канале. Разве что два невнятных видео с его земляками. И если вы даже увидите интервью с его участием, но там не будут заданы эти вопросы по ракетке, по рекламе пирамид и прочему, будьте уверены, это был не журналист, а кусок продажного говна. С гонкой они выжили максимум. Ахмед стал намного известнее, Тамаев загнал хороший трафик на партнерку Ван Вина, и все остались в огромном плюсе. Но отпускать этот конфликт еще рано. Ведь не обязательно хайпится именно на гонках. И тут вступает в работу давно отработанная схема Тамаева. Медийный конфликт. Только вот почва для конфликта весьма сомнительная. Ахмед является амбассадором энергетика Литвина под названием Лит Энерджи. Неоднократно Тамаев его за это осуждал в своих роликах, ссорился, просил не показывать этот бренд на его канале. И вот после поражения Асхаба Венглбис забирает его машину, но ее не сжигает, а клеит туда логотип Лит Энерджи. На что у Тамаева сильно сгорело. Венглбис, ассаламу алейкум. Хочу тебе сказать, что ты поступил некрасиво в первую очередь к саму себе. У нас с тобой была гонка. Ты в ней выиграл. Да, выиграл 100%. И по нашему договору ты должен был ее сжечь. Но я тебе дал добро оставить эту машину себе. Зачем 10 миллионов рублей просто так сжигать, да? Единственная была одна просьба с моей стороны, чтобы ты на эту машину не клеил дешевую рекламу Лит Энерджи. И даже покляться, что ты это не сделаешь. Ты вроде бы сказал хорошо. Но из-за каких-то копеек, из-за каких-то копеек ты нарушил моё клянусь и моё слово, и мою просьбу, да? Мог бы этого не делать. Если тебе так нужны были эти деньги, эти копейки, да, за которые ты наклеил эту наклейку, сказал бы мне, я тебе закинул бы. У меня нет другого выбора. Я скоро буду у тебя. Ты мне не оставил реально выбора. Я эту машину у тебя отберу. Любым способом, любым способом. Жди меня. Что за детский сад? Хотя на самом деле Асхабу вообще безразлично, что там наклеили на его машину. Тем более, не так давно был их совместный выпуск с Михаилом Литвиным в Дубаях, где тоже произошёл какой-то непонятный спор на почве нарушений правил. И поверьте мне, все они прекрасно друг с другом дружат. А что нас ждёт дальше? Да, всё понакатаны. Тема продолжает быть актуальной. Поэтому будет очередной конфликт, какие-то выяснения отношений, очередные продолжения в ТГ-канале и ничего нового. Но что примечательно, это всё будет цирк Шапито и театральная постановка, которую подтвердил их же Кент. Пожалуй, это всё, что вам нужно знать. Если вам нравится, когда вас обманывают, призывают играть в азартные игры, чтобы вы отдавали свои проигранные деньги Асхабу, либо же тратили их на курсы дружбана в Энглби, то это ваше право. Ахмед, по сути, ещё не опустился до такого уровня. Но грешки за ним тоже есть. Реклама каких-то арбитражников с курсами из говна и палок, с лежащим на столе фальшивым миллиардом. Мы заехали в офис к Дане, который находится в Москва-Сити. Вот это что? Объясни-то мне по-братски. Это, короче, миллиард рублей. Ага. Это не настоящие, это фейковые деньги, это напечатанные. Короче, фальшивки, дубли. Да, да. А у вас в компании есть оборот такой, миллиард? Мы в месяц как раз миллиард рублей крутим, поэтому решили купить, посмотреть, как это выглядит вживую. Это очень масштабно. Хоть раз кто-нибудь видел, вообще, как выглядит вживую миллиард. Ну, мне кажется, настоящие даже больше выглядели бы. Потому что они же чуть поменьше, как будто бы. Да, да, да. Меньше пачки. Вот, да. Мы на самом деле крутим миллиард, поэтому у нас есть обоих. Да, и, собственно, для чего снимается сегодняшний ряд сторисов. Наверное, любой человек из вас понимает, что это реклама. И, Даня, у меня к тебе такой вопрос. Что ты можешь сдать моей аудитории? Ну, давай, для тех ребят, кто хочет вообще начать делать свои первые шаги, чтобы зарабатывать деньги на крипте, на арбитраже, неважно. Каждый, кто подпишется на меня, тебя, я дам пошаговую бесплатную инструкцию, как заработать свои первые 100, 200, 300 тысяч рублей на арбитраже. Так, друзья, вы все услышали? Переходите на аккаунт Дани, подписывайтесь и пишите ему в директ слово банан, и он вам скинет. Или же, например, разводил по курсам, которые предлагают вам, подобно цыганам, продавать духи на улице. Этот момент разъяснили. Дальше. Дальше знаете, что я скажу? Я готов доказать абсолютно каждому из вас, что вы можете зарабатывать свыше 300 тысяч рублей в месяц, занимаясь товарным бизнесом онлайн. Для этого я устраиваю челлендж. И все, что от вас требуется, это подписаться на закрытый телеграм-канал и тогда сделать репост моей последней публикации. И я там, в закрытом телеграм-канале, рандомным способом выбираю одного человека и вывожу его на доход. Просто так, бесплатно? Совершенно репостно. И всем показываешь, как ты его выводишь на доход, верно? Короче, вот здесь, друзья, ссылка на телеграм, надо на него подписаться и сделать репост Рилса. Я вот в следующей сториз сам репостну. Переходите, подписывайтесь, держите газ. И что добавлю, даже если вы не выиграете, у вас есть возможность просто взять и все это повторить и так же ждать результат. А, в любом случае, человек в плюсе. Да. Все, газ держите, друзья. И вот это ваши кумиры? Вы же их сами кормите с ложечки своими просмотрами. Все, что вы видите, это постановы. Как и раньше Асхаб делал постановы в спортивном контенте, якобы с драками, с конфликтами и прочим. Так и сейчас, просто уже в другом формате. Запомните, миллионы приходят и уходят. Не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди на этом канале. Вот здесь, сейчас. Ну а теперь попрошу отойти от экранов юных фанатов Мелстроя, которые делают нарезки в надежде заработать деньги. Ведь высок риск того, что ваши клавиатуры и мониторы после увиденного просто полетят во все стороны. Ах да, не забудьте меня подколоть в комментариях и покидаться в меня говном. Мне ведь вообще не безразлично. Актив растет, ролик продвигается и на том спасибо. Сегодня уверенно можно сказать, что на самом высоком хайпе в СНГ индустрии находится Мелстрой. И занял он столь высокие позиции далеко не из-за того, что он интересная личность, а скорее из-за его безумных поступков и расходов. Выплаты за нарезки, выплаты за всякие конкурсы, эпатажные выходки и высказывания. Это все то, что вывело его на совершенно другой уровень. Моментами кажется, что наша цепная собачка Казино заигралась в миллиардера и начала понемногу обсираться в штаны, потому что он не успевает сделать громкое заявление, как его выполняет аудитория. Сейчас же он начал шуметь на Западе с помощью нового конкурса, который он в чистую слезал улить вина. Я объявил конкурс. Почему все пишут про Эверест, почему сейчас пишут про звезд. Объявил конкурс с бюджетом 330 лям. Кто заберется на гору Эверест с моей фоткой или моим ником и сделает фотографию в виде доказательства, ну то есть в общем пруф, 45 миллионов рублей получит. Кто делает так, чтобы на меня подписался мистер Бист, получит 150 миллионов рублей. Если мистер Бист подписывается на меня в инстаграме и ты вруфуешь, что он подписался благодаря тебе, ты получишь 150 миллионов рублей. Только кратно увеличив гонорары за челлендж. И на этом фоне все чихать хотели на конкурс Миши. Неплохой такой камень он засадил ему в огород. На Мэлла начали подписываться западные звезды. Пошел огромный форс всех этих событий. Инстамэлла пробивает отметку в полтора миллиона подписчиков. Контракты с казино становятся жирнее, соответственно, и бюджеты на все эти маркетинговые истории. И по сути в нем нет ничего. Это интересное явление просто из-за факта наличия денег. Но не из-за того, что он крутая личность с невероятным контентом или харизмой. Чувак стримит казино и это верхушка его возможностей. В медийной сфере он как был пылью, так и остался. На все его тогдашние популярные стримы все приходили за деньги, что является простой покупкой внимания к себе. Весь этот кайп по-настоящему куплен. Он вливает огромные средства в то, чтобы просто привлечь к себе внимание. Ничего выдающегося в его поступках нет. В своем детском мире то, что деньги нихуя не решают. Ну блядь! Да это моя мать! Хуйся, сейчас у меня будет, долбоем! Сука! Бизнес работает как швейцарские часики. Он покупает внимание насколько может. растет его медийность, казино поднимает ему гонорары, соответственно, дальше он только увеличивает ставки. Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Но предел есть везде и вопрос в том, чем же это закончится. В комментариях очень многие его защищают, говоря, что он осуждает казино, говорит, что там не заработать и прочую чушь. Но тем не менее зарабатывает с реферальной программы. Он осуждает за это Томаева, а сам занимается абсолютно тем же. Майер на самом деле зарабатывает примерно от 100 до 300 в среднем миллионов рублей в месяц. Реально с ракетки один вина, да. Зайдите там в его телегу, сидит и говорит, что вы заработаете, зайдите в эту ракетку. Все просят, чтобы я показал рабочую схему. Смотрите, ребята, показываю. Эта схема играет, особенно ночью, потому что ночью бывают хорошие коэффициенты, можно нормально заработать. При всем этом их работодатель одна и та же контора, что у Томаева, что у Мелстроя, босс это OneWin. OneWin это нелегальная офшорная букмекерская компания со встроенным казином. Отзывов на OneWin масса. Это тот же 1xbet, только уже в другой обертке. При крупном выигрыше вам могут ничего не выплатить, ссылаясь на любые правила. И так как данная контора является офшорной, законы РФ на нее не действуют и судиться вы будете где-то на Кипре, где и регистрируются офшоры. Разве это не лицемерно? Порицать ракетку и зазывать народ ровно туда же. Сидеть в кепочке OneWin с умным видом, размышлять о жизни, о заработке, при этом ничего сука из себя не представляя. С ним уже неоднократно разрывали сотрудничество разной казино из-за его свинского к ним отношения. И каждый раз аудитория Мела его поддерживает. Мел просто скажет, ну тут не выплачивают, обманывают игроков, хотя сам до этого ходил с их эмблемами, проводил стримы и завозил туда доверчивых граждан. Вам суд во все отверстия и вы просите добавки. Это паразит, который медленно, но верно уничтожает подрастающее поколение. Да, перформансы у него крутые, но это не отменяет того факта, что это гниль. Его отговорки из разряда поступков Билла, когда тот ебет свою аудиторию на всякий скам, а потом дарит бабушке на улице 5 тысяч рублей. И как я сказал ранее, он уже слишком сильно заигрался в богача, а как следствие перестает вывозить собственные обещания. Где те 2 миллиона долларов, которые ты обещал за привет от президента любой страны? Милкий зумер из Литвы встретил на каком-то мероприятии президента Литвы и попросил передать привет Мелстрою. То есть все условия конкурса были выполнены, но Мелстрой включил заднюю передачу, ссылаясь на более качественный привет и заявил, что готов отправить 100-150 тысяч баксов. На самом деле он просто не ожидал, что такое возможно. В его голове это было так, то что его заявления полетят в нарезки и все будут о нем говорить. Какой же Андрюха невъебенный тип? Но получилось совершенно по-другому. Чем этот привет отличался от других приветов, например, от того же футболиста Мбаппе и прочих? Почему вы с него восхищаетесь? Мне непонятно. Он не в России, не на Западе, никому без денег не всрался. Весь респект, все эти подписки и приветы, они просто куплены, как и внимание вокруг его лживой, лицемерной персоны. Складывается ощущение, что он просто обезумел от полученной славы и популярности. Будет интересно, к чему же это все приведет. Ну а школьник молодец. В любом случае залутал легкие деньги и в этом я не вижу ничего плохого. Подобные конкурсы дают возможность простым ребятам при желании и фантазии сорвать огромный куш, поменяв всю жизнь на 180 градусов. Вопрос лишь в том, что будет дальше. Эдвард Билл продал свою аудиторию мошенникам. Напишите честно, кто-то из вас сильно удивлен данному событию? Как по мне, это слишком ожидаемый от него поступок. А разве можно ожидать чего-то другого от человека, который от а до я сколотил свое состояние на чернухе? Ставочный проект, реклама каперов, раскруток счетов, офшорных букмекеров, откровенные скамины. Это все сплошь и рядом в его карьере. И мне досадно от того, что люди его продолжают смотреть, поддерживать после всего того, что он натворил. Неужели вам, аудитории Билла, приятно то, что он молча продает свой телеграм-канал, в который так активно призывал вас подписываться под разными предлогами из разряда «продолжение будет в телеге» и отдает вас в руки каким-то чмошникам? Я долго наблюдал за всей этой ситуацией. Сначала мне казалось, что канал возможно взломали. Неоднократно такие ситуации были, но чаще это было в инстаграме. Проходит неделя, месяц, а комментариев от Эдика все так же нет. В его новых роликах рекламируется уже новый телеграм-канал, а про старый ни слова. Зато тот, кто выкупил этот канал, на котором на момент покупки было полтора миллиона подписчиков, он активно хвастается своей покупкой, заявляя, что выкупил канал за 100 миллионов рублей. Друзья, не удивляйтесь, что подписаны на данный канал. Я его просто купил за кругленькую сумму, почти 100 миллионов рублей. Наша деятельность, как и любая другая, требует маркетинга, и это одна из его форм. Кому интересно, оставайтесь с нами, работайте и наблюдайте. В этом канале будет много полезной информации и возможности для вас. Я не думаю, что он сильно приврал насчет цены, потому что действительно там 60-100 рублей за подписчика может считаться адекватным прайсом. По легенде, данного товарища зовут Антоха. Думаю, дураку понятно, что это все является не настоящим именем и фамилией, а просто выдуманное им же рандомное имя, дабы была какая-то лояльность со стороны аудитории. Может быть, что человек, который записывает все эти кружочки, это просто нанятый актер, а в тени каналом заправляет совершенно другой человек. Весь контент Билла был удален, все было почищено, а название канала поменялось и нас встречает трехминутное видео, в котором нам рассказывают суть заработка с обещанием доходности 20% в сутки, что на секундочку 600% в месяц, а в год 7300%. Так, друзья, принимаем работу ваши инвестиции. Пишите мне в личку готов и сумма 1000 рублей я вас приму и вы получите на 25% больше в течение трех дней. Вот клянусь, мне ни капли не жалко уебков, которые повелись на эту рекламу. Очнитесь и включите голову. Да, это весьма странно слышать от меня, но когда какой-то хер с горы говорит такие вещи, ну это реально вызывает вопросы. Я бы еще понял, если бы это говорил сам Эдик. Можно было бы сделать скидку на то, что он кумир многих людей. Мучить вас с трехминутным роликом не буду, возможно, покажу пару интересных фрагментов. Данное потлатое чмо не придумал ничего интереснее, чем просто поделиться своей историей успеха. Причем это настолько клишировано и некачественно, что я хотел бы плюнуть в рожу тому, кто на это повелся. Мотивирующая музыка, история о том, как его оставили в Смоленске, как его мать и сестренка остались ни с чем, и он пришел в мир крипты. У него ничего не получалось, но затем пришел успех. Меня зовут Антон, мне 28 лет. Родом я из Смоленска, и когда мне было 19 лет, отец нас оставил, маме было тяжело, но мне остались маленькие братья и сестренка. Пришлось рано повзрослеть. Тогда как раз появилась крипта, и я подумал, что это легкие, достаточно быстрые деньги. Конечно же, я ошибся. Тысячу раз обжегся, но так как у меня не было других вариантов, мне пришлось копать именно в этом направлении, углубиться, изучить, кем мне по частичкам помогли, знакомые. Да все, завали свой ебасос, ебаны. Зарабатывает он на том, что искусственно влияет на курс валюты и знает, что будет, когда расти. Дорогие друзья, я эксперт в области криптовалюты, а именно, имею 7-летний опыт в искусственном влиянии на курс заранее выбранной мной монеты. Я работаю в криптовалюте. Где вы работаете? В криптовалюте. Накиданы разные фразы, которые ему кажутся умными, по типу киты, биткоин скачет, хомяки, а по факту никаких подтверждений его деятельности нет. Наша задача правильно откупить монету, предварительно проанализировав, что там не киты, а хомяки заняты свои позиции. После чего мы задаем положительную тенденцию, и когда хомяки начинают скупать эту монету, увидев ее рост, но плавно и незаметно для рынка ее сливаем. Конечно же, потом стоит ли это балл курса, но мы уже зафиксировали прибыль. Да что ты, черт побери, такое несешь? Весь канал ведется в одном стиле. Осталось 99 мест, потом пост удаляется, выкладывается новый, искусственно создавая видимость того, что действительно вы можете не успеть заработать. И самое смешное, он принимает депозиты от 1000 рублей. Да, миллионеру, влияющему на курс валют, сильно всрались 1000 рублей от Ванечки из города Залупинск. Параллельно публикуются кружки, отзывы в текстовом формате, которые легко подделываются с помощью двух аккаунтов. Меняешь ник, удаляешь переписку, и по сути-то и все. Главное, это делать в разное время, чтобы не палиться. Такие каналы были в эпоху ставок, они велись абсолютно в том же формате, только предлагалась раскрутка счета. И судя по фото, у него есть дети, жена, и непонятно, для чего ему вся эта грязь. За очень короткий промежуток времени ему прислали деньги огромное количество людей. Деньги уходят, понятное дело, на счета подставных людей, то есть дропов. И по сути, после отправки денег вас ждет абсолютно ничего. То есть вы просто улетаете в игнор, либо же с вас будут по классической схеме дожимать деньги. Под предлогом, мы заработали такую-то такую сумму, но нужно заплатить комиссию. Также он пытался построить некую пирамидную систему. По типу, пригласи друга и получи 3% от его пополнения, а бонусом, возможно, еще 3 года колонии сверху. Скажем так, ну, небольшой отпуск. Вы будете получать 3% от инвестиций в своих рефералов каждое 1 и 15 число месяца. В партнерской программе участвуют все клиенты, которые привели от 20 клиентов. Все, кто приходит от вас, должны писать «Пришел от ID» и назвать ваш ID. А вам нужно, например, записывать заметку в ID всех приведенных вами клиентов. Как их число превысит 20 человек, сообщите об этом мне. Тогда вы становитесь нашим партнером и получаете по 3% среди. Когда люди поняли, что их разводят, полетели жалобы на канал. Массовые отписки и Телеграм присваивает каналу меточку скам, причем на третий день после покупки. То есть вы представляете себе, сколько жалоб полетело на этот канал. Кто не знает, меточку скам невозможно убрать. И в описании пишется, что на канал поступает очень много жалоб. Убрать у вас это не получится. Также меточку скам присваивается и аккаунту, через который идет развод. Отписки просто шлифтят. Шли в огромном количестве. Сегодня там осталось в районе 400 тысяч людей от полутора миллиона. И Антоха не унывает, ведь он решил обыграть эту ситуацию, дописав к названию своего канала и аккаунта надпись «Антискам». Вот это специально такая задумка. Главный канал прилетела метка. Метка прилетела не из-за нашей работы, так как вчера мы принимали только первых 100 клиентов. Ее поставили до времени выплат, и это нелогично. Почему ее поставили на канал? Потому что сменили тематику. Писалось около полумиллиона человек. Понятное дело, среди них были и жалобы. Ну и, конечно же, многие думают, что это обман, и они тоже жаловались. На работу это никак не влияет. Этот проект создан не с целью обмана, а с целью работы на перспективу. И выхода нашей деятельности на новый уровень за счет внешнего капитала. Канал постоянно чистится, понемногу заметаются следы. Забавно, что он запретил пересылку сообщений, возможность сделать скрины и скачивать его кружки. Кто не знает, в телеге такая функция есть. Но, как ты видишь, тебя это не сильно спасло, и компромата у нас на руках хватает. Я уж молчу про архивы, которые я также сохранял и скринил. Поэтому сильно не обольщайся. Я хочу действительно попробовать побороться с этим человеком. Как минимум, у нас есть его рожа. Даже если это актер, через него есть возможность выйти на действительного владельца канала. Если даже он не в России, то, во всяком случае, после заведения уголовного дела обратно он уже никак не вернется. А рано или поздно деньги-то закончатся, и возможности вернуться уже не будет. Также за это можно привлечь и самого Билла, который, грубо говоря, и продал свою аудиторию на убой. Только непонятно с юридической точки зрения, как это можно реализовать по отношению к Биллу. Вопросов много, но будем разбираться, потому что это даже не курсы. Это очевидный скам, который легко доказывается. И после этого ролика найдется сотня людей, кто предоставит пруфы. А на худой конец я могу сам отправить деньги, их лишиться и написать заявление. Ни в коем случае не переводите ему деньги и в целом никогда не переходите ни по какой рекламе Билла. А кто говорит, мне без разницы, что он рекламирует, я смотрю контент, а рекламу перелистываю, то это как раз таки та реклама, которую вы бы не перелистнули. Условно вам понравился его видос, вы хотите посмотреть продолжение, подписывайтесь на телегу, а в один момент вместо Билла там вещает человек с вермишелью на голове, предлагающий вам зарабатывать, не поднимая жопу с дивана. Надеюсь, суть вы уловили. А также хочу попросить компетентные органы обратить внимание на Эдуарда Билля. Как минимум, соучастие в этой преступной схеме здесь налицо. Ну че, фанаты Билла, как вам живется, вот, ну, с мочой на лице? Просто интересуюсь. Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная, а главное, поучительная. Она в очередной раз показала нам, что такое постановы с целью развода людей в лице Ахмеда Венглби и Тамаева, что значит понятие сорвало крышу на примере Мелстроя и на живом человеке объяснила нам, как стать бесчестным и падким на деньги животным. Да, Эдик? Но как это обычно бывает, когда заканчивается одна история, всегда начинается другая. Поэтому мы с вами еще скоро увидимся. А на сегодня у меня все. Спасибо каждому, кто с нами и поддерживает нас в этой непростой деятельности. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и врубать колокольчики, чтобы не пропускать выход новых роликов. А также пишите свои комментарии. Ложа стра, но не погреет рук у нашего костра. А с вами был, как всегда, я, Рюк. До скорых встреч, друзья! Если ты не знал, то это министерство правды, тут резня на камеру, каждую мразоту накажут, будь ты на экзамене, лик в роли преподавателя, будь более наблюдательным, они хотят наебать тебя. Министерство правды, сука, министерство правды, аргументы, доводы, пруфы и только факты, нахуй. Кто за беда, сука? Кто за беда, Кто за беда? Субтитры сделал DimaTorzok